Доброе оранжевое утро, друзья, всем, кто настроил свои телевизионные приемники на телеканал ЭНСК-49. Меня зовут Стас Чибриков, и сегодня мы с вами окунемся в резную историю нашего города. Красивые старые деревянные дома. Посетим с вами виртуально выставку «Сердце узора» музея контора инженера Будагова. А расскажет нам обо всем этом гость нашего сегодняшнего эфира Игорь Костылев. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Что такое псевдорусский стиль и где его найти в Новониколаевске? Как традиционный деревянный дом объясняет устройство Вселенной? Что такое фиал и подзор? Как определялся статус владельца дома? На эти и не только вопросы отвечает выставка «Сердце узора», рассказывающая о деревянном зодчестве. Итак, Игорь, поговорим про... Я так вижу, вы принесли много резного зодчества, да? На самом деле не очень много, потому что то, что мы с вами видим, это, скажем так, малая часть. Малая часть. На самом деле, чтобы это принести, тут нужно было бы задействовать грузчиков. Ну и здесь мы с вами видим, получается, на самом деле дешевое. То есть дорогого у нас в городе сохранилось не так уж много. И вот как раз то, что у меня в руках, вот так. А можно посмотреть? Да, пожалуйста. Давайте так сразу. Это старинное. Этому около ста лет. Да ладно? Да, то есть это начало 20 века. В общем, называется, в общем, это пропильная резьба. Дело в том, что, ну вот мы как раз видим, здесь прям выпилена в цельной доске. То есть брали доску и в ней вырезали лобзиком или чем? Лобзиком, с помощью других инструментов, с помощью там специальных пилок, все это вырезали. Ну и на самом деле считается, что вот это образец, ну скажем так, такой средний по дороговизне, по качеству. Ширпотреб, да, такой старинный? Да, можно сказать, что действительно это ширпотреб, но тем не менее, даже такое украшение считалось символом статусности. А, то есть это, если у кого-то на доме вот подобное украшение, подобный декор был, это уже что-то говорило владелец. Это говорило о том, что у него есть деньги на то, чтобы нанять людей, чтобы вот это вот все сделать, потому что на самом деле... Но небольшие деньги, да, то есть это не очень дорогие. Средний, ну скажем так, средний класс. Средний класс. Да, то есть это средний класс. И на самом деле, если мы говорим о богатом человеке, там уже такая резьба, ну скажем так, трехмерная. То есть это вырезано на станке. Ну вот в частности, вот такой пример. То есть это уже зажиточный житель Новониколаевска. Да, это уже не только Новониколаевска на самом деле, да. Но поскольку мы говорим про Новониколаевск, то да. Это какая, это что вообще? Это называется фиал. Фиал? Фиал. Фиал. А где он располагался? Получается, вот есть окно, вокруг окон есть украшение, называется наличник. И вот как раз по верхним углам наличника... Вот по углам вот фиалы. Только вот так вот. А, вот так. Да, вот таким вот образом он должен был стоять. И первоначально, ну по крайней мере есть такая версия, что считалось, что вот каждый из фиалов показывает статус именно купца. То есть это не крестьянину не положено было, мещанину не положено, только купцу. И вот идем мы, значит, по городу и видим одну вот такую штуку. Это первая гильдия, да? Третья. То есть наоборот считалось. Так, секунду. Одна вот эта вот штуковина, это третья гильдия. Две, это вторая, третья, ну и, соответственно, три фиала, это уже купец первой гильдии. А четыре? Ну, гильдии было три. А, ну... Да, то есть три гильдии, ну и, ну, чтобы примерно было понятно, то есть купец первой гильдии имеет право торговать с границей. То есть мимо дома, когда мимо его дома идут жители, смотрят, с этим человеком можно иметь дело. Да, то есть становится понятно, это человек зажиточный. Но, поскольку мы говорим о Новониколаевске, а Новониколаевск, он такой город бурный, то и на домах крестьян было по три, а местами и по четыре фиала. Игорь, а человеку ничего от власти не было, если он сам себе вдруг крестьянин себе решил установил фиал? Он же не купец? Не купец, но в начале 20 века уже не было такой, скажем, сильно-сильной важности, что... Ну, сделал и сделал. Красиво. Красиво и ладно, да? То есть вообще, несмотря на то, что мы на нашей выставке рассказываем именно о символике, как она предполагается, на самом деле можно сказать, как бы, ну, про все эти вещи одно. Но главное, чтобы красиво. И именно вот так люди думали в конце 19-го, начале 20-го века. То есть это уже из какой-то истории о статусе человека это перешло просто в украшение, да? Красиво и красиво, и все. То есть, там, ну, допустим, 300 лет назад это действительно могло показывать статус, именно вот социально-экономический, скажем так, статус. То есть сословия некие там, да? Ну, поскольку речь идет уже о конце 19-го, начале 20-го века, там уже вот эта вот сословность, а уж тем более в Новониколаевске, который достаточно далеко, ну, вот от этого центра, Новониколаевску как молодому человеку хотелось быть красиво одетым. По-моему, пендриво. Да, поэтому вот, собственно, вся история города вот в плане архитектуры, это вот история о том, как он там подрос, мода поменялась, давайте мы оденемся вот так. То есть, соответственно, город начинает одеваться по-другому. И если начало 20-го века, это вот такой условно-псевдо-русский стиль, то там, ну, допустим, 20-е, вторая половина 20-х годов, 20-го века, например, конструктивизм, потому что это модно. Потом сталинский ампир. Скажите, а в каком году у нас в Новониколаевске стали строить каменные дома, примерно? Если говорить о массовости, относительной массовости, в 1909 году. Дело в том, что в 1909 году произошел большой пожар, он так и пишется, с большой буквы, большой пожар. Там выгорело более восьми сотен построек. То есть, большая часть города получилась? Большая часть города, она сгорела. А кто, кто виноват? Ну, есть версия, что виноват владелец усадьбы с улицы Каинской, или Гнусин. Каинская сейчас это у нас? Это Каинская, так и есть. Так и есть Каинская. А вот улицы нет. Такая вот вещь. И вот Гнусин, отличаясь, собственно, по характеру... Гнусин? Да, Гнусин. То есть, как фамилия? Да. В общем, он занимался смолением лодки. Дома там стояли довольно близко. Ну, и, в общем-то, версия такая, что от его костра искры полетели на сток к соседу. Загорелся сток сена. И чуть не исчез снова Николаевск. Да, и город значительно погорел. Ну, и во многом тут еще связано с тем, что город от реки с железной дорогой был отрезан. То есть, туда добраться до воды было довольно сложно. И как раз вот каменная архитектура относительно массово начинает появляться... В принципе, в чем-то Гнусину мы, может быть, и должны быть благодарны. Возможно. И вот как раз вот Красный проспект, или, точнее, тогда Николаевский проспект, вот то, что осталось от оригинального Николаевского проспекта, там двухэтажные кирпичные особняки, это вот как раз после большого пожара. Это вот то, что выгорели деревянные. Ну да, то есть, погорело, ну и начинают задумываться, в том числе... Иди, знаешь, что там Гнусину опять придет на ум, да? Да, но правда вот Гнусин, он раз мелькает в истории города, как-то больше вот он не пропадает, поэтому это... Возможно, и не было никакого Гнусина, так же, как не было на самом деле возможно никакого глубокого смысла вот во всех этих узорах. То есть, в принципе, историки не могут быть до конца уверены, что каждый узор на доме за что-то отвечал, о чем-то говорил. Да, это, ну, скажем так, реконструкция. Дело в том, что вообще, скажем так, оригинальное зодчество, вот то, что мы считаем русским, оно не такое. Ну, то есть, собственно, вот эти все изображения, все эти узоры, они иногда называются псевдо-русским даже стилем. А это почему? А дело в том, что, ну, оригинальный русский стиль, он прям совсем простой. Ну, то есть, вот как... То есть, вот доска, доска, сруб... Да, и вот сруб этот там постепенно под землю уходит. Но после того, как закончились наполеоновские войны в Европе и в России тоже появилась мода на русское. А, вот вензеля... Да, вот это вот русское нужно было найти, и его нашли. Вот таким вот образом. И вот придумали, да, и решили, что вот такие вензеля, это вот что-то вот такое. Да-да-да, то есть, это вот улыбочность, русскость, ну, или как клюква. Матрешки. Да, ну, матрешки позднее, конечно. Ну, да-да-да. Да, вот поэтому это, ну, скажем так, реконструкция, предположение, и еще и плюс переложение, скажем так. Ну, мы будем погружаться и дальше в историю нашего города и в историю русского стиля, друзья мои, чуть попозже. Сейчас перегремся, посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала ЭНСК-49. Не переключайтесь. Всем тем, кто только что к нам присоединился, доброе оранжевое утро, дорогие друзья. По-прежнему Игорь Костылев у нас в гостях, разговариваем про выставку «Сердце узора». Игорь, что вот это, что такое сложный механизм какой-то, это тоже украшение дома или... Нет, на самом деле это никакое не украшение дома, это одна из разновидностей рубанков. Это называется шпунтубель. Как? Так, шпунтубель. Шпунтубель. Есть такое слово «шпунт», ну или «шпунт». Собственно, к самим наличникам, конечно, это отношение не имеет, но имеет отношение к окну. Дело в том, что вот этот шпунтубель нужен для того, чтобы... Это все из дерева, правильно? Это абсолютно все из дерева, кроме режущей планки. Ну, дайте же мне посмотреть. То есть, здесь даже резьба, как видите... То есть, гайки деревянные, резьба деревянная. Все деревянная, абсолютно. И что это такое? Получается, он был нужен для того, чтобы делать вот такую вот косую планку. И вот потом вставляется стекло, и вот эта планка, она прибивается. То есть, на самом деле, такой очень узкоспециализированный механизм. Но вот как раз, что в нем и интересно, что он, собственно, перекликается с тематикой деревянного зодчества, потому что сам является деревянным. То есть, это прадед станка, да? Деревянный. Фактически, да. А, более того, у нас на выставке в том числе представлен достаточно и большой инструмент, который, к сожалению, в студию принести невозможно. Самый настоящий верстак, у которого тоже есть вот такие же... А, тоже деревянный? Да, все деревянное. Вот тот прям абсолютно от и до деревянный, кроме некоторых гвоздей, которые лет 40 назад в него вбили, когда чинили в очередной раз. Ну, и вообще, получается, что вот она, как бы, демонстрация того, что вот она, как бы, русская вот эта вот культура, русскость, она деревянная. Все-таки. Да, то есть, вот в своей основе. Потому что фактически все, что на столе мы видим... Это все из дерева, конечно. Да, здесь металла, ну, вот, минимально. То есть, металлом это только делалось, ну, и некоторыми, получается, частями здесь вкрапливаем. Ну, дерево было, по сути, самым дешевым и самым доступным материалом, правильно получается? Ну, для Новониколаевска это, как бы, весьма актуально, потому что считается, что город-то прорубался через лес, и этого леса здесь было... Это завалится. Да, то есть, вышел за соседний дом, вот он, пожалуй, столец. Даже в воспоминаниях там есть такое, что там улица шла, ну, там, в Октябрьском районе, улица Садовая была, вот она там шла через лес, и лес был густой и страшный. И охотно там селиться стали только после того, как улицу Кирова проложили. А, ну, улицу Кирова это уже все-таки более современная. Ну, нет, тогда она телеграфной называлась, то есть, тоже о начале 20 века идет. Ну, и, конечно, вот наличники, они-то делались не таким инструментом. Ну, и на самом деле, инструмента, которым делался дом, его было очень много, потому что все знают слово рубанок, а рубанок – это не рубанок, то есть, это и фуганок, и шерхебель, и шершенка, и еще с десяток различных наименований, которые, в общем, нужно видеть, чтобы понимать, что это такое. Ну, вот, как бы, самые интересные из вот этих вот инструментов – это как раз вот этот вот чудесный, чудесный деревянный подвид рубанка, который я принес. Игорь, когда мы отправляемся в гости к нашим соседям в город Томск, например, ну, не секрет, все знают, кто там были, что это огромное количество разных там ставин, деревянных домов и так далее. Что касается нашего с вами любимого Новосибирска, где гостям города можно посмотреть какие-то действительно старинные деревянные дома? Сохранились ли они у нас? Или, может быть, только у вас в музее можно на них посмотреть? Ну, на самом деле, не только у нас в музее есть, ну, фактически целые улицы, на которых сохранились прям большие отрезки. Это какие? Ну, вот, например, улица Коммунистическая. Так. Если пройти по улице Коммунистической… Коммунистическая, сразу спрошу, как она называлась? Коммунистическая называлась Гудимовская. Гудимовская? Гудимовская. По фамилии начальника кабинета его императорского величества Гудима Левковича. Так. В общем, пройтись по Коммунистической, там в ряд прям идут дома, которые относятся к началу 20 века. То есть все-таки история. Да. Ну, там, например, улица Максима Горького, бывшая улица Тобизеновская. Там тоже есть ряд подобных домов. На улице Советской периодически можно вкраплениями найти. На Большевистской, ну, в частности, вот, наш дом, контора инженера Будагова. Наш богатый сосед, дом купца Ивана Тимофеевича Сурикова. Чуть более поздние дома, которые уже более упрощены, то есть по Большевистской они еще сохранились. Но это уже попроще, да? Попроще. Попроще, побогаче, это, которые были раньше построены, это начало 20 века, да, и конец 19-го, наверное. Ну, конца 19-го, прямо скажем, действительно. Мало совсем. Очень мало, и все это, ну, не более чем предположение, например, что это вот точно конец 19-го века, а не там 1905 какой-нибудь. Потом еще, например, вот улица Инская, бывшая улица Инская. Инская, бывшая Инская. Да, Инская никогда не меняла название. Там прям улица, ну, если говорить о начале улицы, она прям начинается с красивого деревянного дома, с красивыми наличниками. Правда, не целиком сохранилась. Скажите, вот эти дома, наличники, это отреставрированные или это вот старинные дома или уже какой-то новодел, попытка восстановить вот... Ну, здесь на самом деле про каждый дом нужно отдельно говорить. А, то есть каждый... То есть некоторые вот как стояли, так и стоят. Вот сто лет. Вот сто лет простоял, и вот, ну, единственное, что там, например, владелец этого дома, ну, вот видел, что кусок отвалился, и вот гвоздями... Что было, то... Да, вот гвоздями и прибил, и вот оно дальше там еще держится. Некоторые действительно подвергались там реставрации, поэтому часть там, например, дома, она действительно будет новой, часть дома, она, вот если знать, где смотреть, то это вот оригинальный. Ну, когда мы гуляем по Томску, мы видим на многих домах таблички охраняется государством, объект там и так далее. У нас есть такие дома, которые охраняются? Есть, есть, их достаточно много, в частности, есть специальные органы охраны памятников, которые выявляют эти объекты и присваивают им, ну, собственно, соответственно, статус объекта культурного наследия, и он там может быть муниципального значения, регионального, федерального. И на их восстановление, на то, чтобы они сохранились, выделяются некие деньги, правильно? Да, выделяются деньги. На реставрацию, да? Реставрация, ну, либо поддержание состояния, ну, в частности, например, контора инженера Будагова, это памятник архитектуры регионального значения. Вот немножко подробнее про музей контора инженера Будагова. Сколько лет этому зданию? Где расположен ваш музей? Мы не знаем, сколько лет этому зданию. Да, дело в том, что, ну, как предположить... Предположительно, это здание было построено еще в Кривощоково. То есть еще до Новой Николаевич? Да, 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 вот за сколько лет, неизвестно. Опять же, предположительно, инженер Будагов, когда, ну, в общем, когда приехал, ну, и нужна ему была контора, то есть где инженеры будут собираться и вот эти вот все текущие вопросы решать. Вот он этот дом купил на левом берегу, его сюда перенесли. Мы предполагаем, что, собственно, в том же 1893... То есть он не строил, да? Он уже приобрел некий дом. Да, он некий дом приобрел. В каком, говорите? Около 1893-го. Дело в том, что точно утверждать о том, что вот дом построен в таком году, можно, когда есть какие-то документы. А не сохранились фотографии? Фотографии сохранились. А есть? Да, есть фотографии конца 19-го века, где вот виден, собственно, контур, конторы Будагова. То есть он, соответственно, можно предположить, что уж до фотографии он точно построен. Да, до фотографии он был, ну, а в дальнейшем его, как бы, история, ну, она более, скажем так, отслеживается, потому что там после революции его перели в жилой фонд, это был просто жилой дом. И, ну, скажем так, с одним из последних жильцов этого дома мы даже общались, то есть они там приходили, рассказывали, где что стояло. А кто были эти вот жильцы? Это просто люди. Просто люди, не имеющие отношения к Будагову, то есть не работники там какой-то вот этой конторы, не наследники. Нет, с Будаговым отношения нет, но некоторые из них в ЖКО работали. А, то есть к истории никакого отношения? Нет, просто люди. Хотя вот на Инской, сами некоторые жители Инской утверждают, что вот они там еще потомки железнодорожников, которые чуть ли не строили там Алтайскую железную дорогу, либо даже вот Транссибирскую магистраль, но они как-то особо это, ну, ничем опять же подтвердить не могут, кроме там воспоминаний родителей, дедушек, бабушек. Ну, и вплоть до того, что там, ну, в частности, на Инской жил некий гражданин Чиркин, один из руководителей их панк-рок коллектива Путти. Вот он говорит, что его предки этот дом захватили в 1918 году. Ну, это он говорит. Ну, это он говорит. Скажите, Игорь, а наша старороссийская рублевка в Новониколаевске, а то и в Кривощоково, где она была? Какие-то, не знаю, там элитные поселения, где самые зажиточные жители, богатые нашего города, там, населенного пункта, где они жили? А вот тут, кстати, менялось достаточно быстро все, и первая рублевка, по сути, это улица Инская. А, так, то есть на Инской наши Кривощокинские или уже Новониколаевские богатые жили? Пожалуй, еще Кривощоковские, потому что на первых картах не было никакого слова Новониколаевск, да и Новониколаевск-то как название 1898 года. Там на картах как раз упоминается Кривощоково, более того, на правом берегу был выселок Кривощоковцев, вот, если посмотреть на карту, есть улица Кривощоковская. Так, это где сейчас? А, это недалеко от автовокзала, там маленькая-маленькая улица, значит, такая изгибающаяся. В общем, первоначально это, пожалуй, Инская, где еще лет пять назад можно было видеть остатки вот этого богатства. Вот это, роскоши. Да, остатки роскоши. Далее, ну, в принципе, коммунистическую можно, Гудимовскую бывшую считать. То есть потом уже они перераспределились богатее на Гудимовскую, ныне коммунистическую. Да, ну, это, естественно, Николаевский проспект, то есть Красный проспект, потому что именно жить на Красном проспекте было прям очень дорого. Мало что изменилось. Да, то есть вот то, что мы там знаем, вот Красный проспект, Тихий центр, улицы, приближенные к Красному проспекту, они были дорогими сто лет назад, и они остаются такими же дорогими сейчас. Тут мы, так сказать, память предков сохраняем. Да. Более того, даже, скажем так, самые такие тусовочные дорогие места на Красном проспекте, они были такими же дорогими сто лет назад. Да, 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 да. Так что вот в этом плане, да, меняется не так уж много. Ну, естественно, ну, такие же там дорогие улицы, там, допустим, ну, кабинетская попроще была, то есть улица Советская. Кабинетская сразу переводите в современный. Советская. Улица Советская, да. Она вот во всю свою длину, как сейчас Советская, это была Кабинетская. Да, ну, она, естественно, была меньше. Ну, там, опять же, та же Каинская тоже достаточно такая улица дорогая была. Ну, и вот эти вот прочие улицы, то есть вот этого вот ядра города, да, там в центральной части жили именно богатые люди. А уже Инская, когда стала Закаменская часть, она стала попроще, хотя все еще тоже там продолжали жить люди состоятельные. Средний класс. Игорь, приглашайте на вашу выставку «Сердце узора» наших зрителей, расскажите, где вас можно найти, где вы располагаетесь. Ждем вас по адресу улица Большевистская, 7, график нашей работы со среды по воскресенье. Ну, и, естественно, ждем всех желающих. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали.